О развитии туризма в Карачаево-Черкесии, об итогах грантового конкурса и многом другом вестям рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. С ним встретилась Мадина Лайпанова. Здравствуйте, Расул Магомедович. Совсем недавно в Министерстве туризма Карачаево-Черкесской республики подвели итоги грантового конкурса по оказанию поддержки юридическим лицам и предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере туризма. Вот хотелось бы узнать, какие проекты стали победителями и, собственно, кто оценивал эти проекты. Может быть, была создана какая-то специальная комиссия. Начну с того, что в рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в регион были доведены средства на конкурсной основе в размере 342 миллионов рублей. На эти средства региональным министерством туризма и курортов был проведен конкурсный отбор среди предпринимателей. Предприниматели направляли заявку на участие в конкурсе. Комиссия рассмотрела и отобрала из них лучшие проекты в количестве 73 проектов по различным направлениям. Проекты разные. Предприниматели достаточно активно были заинтересованы, поэтому у нас большое количество заявок поступило. Проекты были разные. Проекты были по созданию благоустройства пляжей, по созданию придорожной инфраструктуры, по приобретению туристского оборудования, строительство модульных некапитальных средств размещения и так далее. То есть проекты были отобраны качественным проектом. Была сформирована межведомственная комиссия, в комиссию включались и общественные деятели. Проекты, допустим, если мы говорим о проектах по обустройству пляжей, то в регионе появится 6 новых пляжей. Это становится актуальным ввиду востребованности данной услуги в летний сезон, потому что есть востребованность среди жителей и гостей региона. Но так как все равно эта услуга, она пользовалась спросом, люди купались в водоемах, в реках, и даже несмотря на то, что они не были обустроены. На сегодняшний день, благодаря этой поддержке, пляжи будут обустроены и безопасными с точки зрения нахождения, комфортными, потому что эти пляжи будут обустроены в соответствии с ГОСТом, ГОСТ услуги пляжей. Далее, если мы говорим, начну с того, что туристический поток растет в регион, и, конечно же, ввиду роста туристического потока требует дополнительных решений и развития качественной придорожной инфраструктуры. Ввиду чего у нас в регионе появится 11 новых придорожных сервисов, где туристы смогут получать необходимые услуги, остановиться, передохнуть, перекусить, воспользоваться инфраструктурой, которая там будет. Это и зона отдыха, это и зона кафетерия, зона торговая. Где можно будет приобрести необходимую сувенирную продукцию и так далее. И, конечно же, радует то, что они будут стилизованными в едином стиле. Мы ожидаем, что это будет качественное решение для путешествий. Также хочу сказать о том, что у нас впервые появится в поселке Дамбай, в нашем курортном поселке Дамбай, появится пункт под названием «Туристский информационный центр». Как мы знаем, Дамбай – это старейший и популярнейший курорт не только на Северном Кавказе, но и на территории всей страны. И, конечно же, актуальным становится создание единой сервисной службы на территории. Туристы смогут получать необходимую информацию, информация будет достоверной. Это будут размещены цифровые карты, будет приложение создано к этому ТИЦ электронное. Также это будет оказание услуг. То есть это необходимо на сегодняшний день для того, чтобы туристы могли получать более качественные туристские услуги и, в принципе, информацию о том месте, где они находятся и о регионе в целом. Также хочу отметить, что на территории региона появится в рамках грантовой поддержки «Электронный путеводитель». Это также важный для нас проект. Почему? Потому что сегодня туристы, находясь в регионе или планируя поездку в регион, пользуются для того, чтобы выстроить себе маршрут. Они пользуются разными блогами, разными статьями, ищут информацию в интернете. А путеводитель позволит решить все эти проблемы, и все будет умещаться в мобильном телефоне. Спокойно можно будет открыть, посмотреть, выстроить себе маршрут. Маршрут не только по туристским локациям, а также и памятники, объекты культурного наследия, музеи и так далее. Можно ли говорить о том, что помимо развития самого региона, данные проекты предусматривают увеличение количества рабочих мест? У нас даже соглашения, которые мы заключаем с предпринимателями, у нас прописано, в зависимости от суммы гранта, это создание рабочих мест. И немаловажным фактором является обеспечение рабочими местами наших граждан ввиду реализации проектов. И все эти проекты, реализация всех этих проектов, это следствие выполнения тех задач, которые перед нами ставит глава республики Рашид Бориспич Тиморезов. А задача заключается в следующем, чтобы отдых на территории субъекта был безопасным, комфортным и доступным. Как вы считаете, реализация данных проектов поможет увеличить поток туристов в наш регион? Безусловно, качественные услуги, они всегда влияют на лояльность туристов, на возврат туристов, на увеличение туристского потока, потому что та же качественная придорожная инфраструктура, она на системной основе позволит комфортно путешествовать туристам. То есть будет приятно, доступно получать данные услуги. Это немаловажно для роста туристического потока в регионе. Также, допустим, решением обустройства пляжей мы таким образом в летний сезон вводим дополнительный вид туристской услуги. То есть люди также именно за этой услугой, есть определенные целевые аудитории, которые хотят получать именно эту услугу. То есть вкупе все это становится тем фактором, который влияет на рост туристического потока. Хотелось бы узнать, как сегодня выстроено взаимодействие между Министерством туризма и субъектами туризма в нашем регионе. Например, как вы общаетесь с теми же ательерами? Мы получаем регулярно обратную связь как от туристов, так и от субъектов туристской индустрии. Получаем запросы, которые необходимо реализовывать с точки зрения и улучшения сервиса и качества оказания услуг. Мы планируем также проведение обучения для персонала, для того, чтобы опять-таки улучшать качество услуги. Таким образом, взаимодействуя с субъектами туриндустрии, мы совместно решаем эти задачи. Вот в настоящее время мы разработали нормативную правовую базу для обустройства и паспортизации туристских маршрутов. Опять-таки, в чем суть этой задачи? Складывалось так, что по маршруту может двигаться автомобиль, может получать турист экскурсию на лошади, и также может проходить турист пешком до определенной туристской локации. Обустройство паспортизации маршрута, первое, позволит разделить потоки, сделать их правильными. И второе, обеспечить необходимой инфраструктурой, это знаки навигации, это места отдыха, для того, чтобы, опять-таки, было комфортно проходить через эти маршруты, а, как следствие, это влияет на качество получаемой услуги. Могли бы Вы обозначить планы министерства на ближайшее будущее? Какие цели и задачи сейчас стоят у Вас в приоритете? Я скажу так, что у Карачаев-Черкесии огромный потенциал в туризме. И наша задача рационально подойти к использованию этого потенциала, выстроить качественную инфраструктуру для того, чтобы мы увеличивали турпоток и улучшали качество оказываемых туристских услуг. Это, конечно, безусловно влияет на рост экономики региона, а также на туристов, которые в итоге скажут спасибо.